Итоги реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2023 году и издачи на 2024 год рассмотрены на заседании регионального правительства. Оно прошло во вторник, 6 февраля, под председательством губернатора Игоря Рудени. Подробности у Ирины Синягиной. Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области была принята в 2018 году. Она объединяет более 200 мероприятий, которые реализуются по нескольким направлениям. Цель стратегии – воспитание духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, начиная со школьной скамьи. Сегодня очень важно уделять особое внимание воспитательному процессу в школах. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что воспитание – это ключевое звено всей образовательной системы, поскольку без воспитательной составляющей образование становится лишь просто набором знаний. Принципиально важно, чтобы наша воспитательная работа обеспечивала связь между поколениями. И завтра наше общество должно остаться таким же сплоченным и единым в защите нашего Отечества, в труде. Один из основных блоков – воспитание в духе традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи. С 1 февраля в 54 школах и 5 колледжах региона началась опробация курса «Нравственная основа семейной жизни». С нового учебного года планируется ввести его во всех школах и колледжах региона. Особую значимость это направление приобретает в год семьи. В течение 2024 года в регионе будут проходить семейный форум «Родные и любимые», региональный подростковый слёт, фестивали и спортивные состязания с участием детей, родителей и другие события. Еще один важный блок посвящен воспитанию уважения к защитникам Отечества, ценностного отношения к Родине, а также сохранению исторической памяти, национального культурного кода. Это встреча с участниками СВО, проведение учебных сборов, курсов по начальной военной подготовке, развитие юно-армейского движения в регионе, формирование кадетских классов, вовлечение ребят в восстановление памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году с 27 до 95 планируется увеличить количество школьных музеев, посвященных истории родного края, событиям и героям Великой Отечественной войны. В патриотическом воспитании будут использованы возможности российского движения детей и молодежи «Движение первых». В Тверской области мы видим значительно мощный рывок в сравнении с прошлым годом. И здесь я говорю не только о количестве проведенных событий, мероприятий, вовлеченности детей в деятельность движения, но и о тех качественных и глубоких изменениях, которые происходят сегодня в жизни детей и молодежи региона. Здесь важная история – это, конечно, развитие первичных отделений и детского самоуправления, советов первых на местах. Это большая работа, которая сегодня в регионе проводится с ребятами, которые состоят на разных видах профилактического учета и попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь я могу выделить регион по деятельности движения с этой категорией ребят. Здесь есть определенные успехи брать опыт региона и его масштабировать на другие части страны. Совместную работу по реализации стратегии ведут органы, власти, учреждения образования и культуры, общественность и Тверская метрополия. В нашем регионе созданы уникальные условия для такой работы. То, что сегодня мы делаем, делается для долгосрочной перспективы. И, как сегодня уже заметил совершенно правильно губернатор Игорь Михайлович Руденя, о том, что то, что мы сегодня сеем, даст плоды лет через 10. Но это не должно нас останавливать. Мы должны научиться делать долгосрочные инвестиции в молодое поколение. Также предложено в экскурсионной образовательной программе включить посещение храмов, монастырей, которые являются живыми носителями истории. Продолжится реализация программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». Предполагается, что в этом году число увеличится до 52 тысяч детей. Стратегию включены мероприятия, направленные на воспитание православной культуры. В том числе дети смогут поучаствовать в проектах «Добрый мир», «Православная культура для малышей», «Добротолюбие» и других событиях. Главным направлением работы мы видим это воспитание наших детей в системе традиционных ценностей. Сегодня это начинается практически с рождения ребёнка, с игрушек, с книжек, с телепередач. Очень важно сегодня для нас видеть, что в этой работе принимают участие все направления. Это и школа, это и наша русская православная церковь, это общественная организация, которая у нас есть. Но, наверное, самое важное, что в этой работе мы видим ещё и наставничество. Там, где дети уже идут на трудовую практику во время школьного образования. Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Надежда Босс отметила, действующая в регионе стратегия духовно-нравственного воспитания детей позволила Тверской области занять лидирующие позиции в рамках реализации федеральных проектов по патриотическому воспитанию и дополнительному образованию школьников. Субтитры создавал DimaTorzok